Добро пожаловать в Глобальную Японию! Каждый год лесные пожары разрушают дома и опустошают огромное пространство дикой природы. Нужно уметь предотвращать такие стихийные бедствия и ограничивать их размах. В этом выпуске мы расскажем о разработанном в Японии новом виде противопожарной пены на основе безопасного для окружающей среды мыла. Подробности у Дэймона Эмблинга и наших корреспондентов в Японии и Индонезии. Лесные пожары бушуют во многих частях мира. И в связи с тем, что погода становится жарче и суши, в ближайшее время их может стать еще больше. В районе японского города Китакюсю в прошлом году произошло 10 лесных пожаров. Для их тушения применяли противопожарную пену. Она была разработана в 95-м году для тушения пожаров в зданиях после разрушительного землетрясения в Кобе. Из-за землетрясения возникло много пожаров, но пожарные гидранты и колодцы были тоже разрушены, и нам неоткуда было брать воду. В сотрудничестве с городским университетом и мыловаренной компанией пожарные усовершенствовали противопожарные свойства пены. Ее получают, растворяя органическое мыло в воде. В такой смеси нет опасных химикатов, и она разлагается в почве. Когда огнетушащий элемент смешивается с водой, капли воды не могут сформироваться, а жидкость становится липкой. Она впитывается в ткань и в деревянную поверхность. Успешное применение пены, которую производят на этом мыловаренном заводе, подтолкнуло к мысли, что ее можно применять и при тушении лесных пожаров. Исследование показало, что мыльная смесь почти в 266 раз более эффективна, чем синтетические смеси. Мы получили данные, что она сокращает потребление воды до 1,17 доли. А с точки зрения экологии, она гораздо менее токсична для рыбы и других водных организмов, чем синтетические противопожарные смеси. Кроме того, так как она полностью разлагается микроорганизмами, от нее не остается следов в окружающей среде. Во всем мире проходят международные конференции, посвященные лесным пожарам. Сотрудники нашего университета и противопожарной службы принимают в них участие. Наш экологичный способ тушения пожаров вызвал интерес у участников конференций. Мыльная пена из Японии нашла применение здесь, на острове Барнео, в лесах которого часто вспыхивают торфяные пожары. Индонезийские ученые испытали смесь, проведя несколько экспериментов. В том числе, организовав контролируемый пожар. Десять месяцев спустя они констатировали, что растительность здесь полностью восстановилась. Мой предыдущий опыт говорит мне, что тушить пожары только при помощи воды очень трудно. Применяя мыло, мы достигли хорошего результата в сжатые сроки. Загоревшийся торф может леть на протяжении долгого времени, испуская вредные газы. Японская мыльная смесь пропитывает почву и прекращает подземное горение. Смесь очень пригодилась при тушении настоящего лесного пожара в 2019 году. Уже потушенный пожар снова разгорелся на следующий день. К счастью, у нас была еще смесь сябундама, оставшаяся от испытаний. Хотя ее было не так уж много, мы успешно потушили последние очаги возгорания. Разработчики смеси теперь планируют испытать ее в окрестностях города Чангмай в Таиланде. Они уверены, что более массовое применение этой смеси поможет сократить выбросы углекислого газа. Мы рассчитываем на то, что применение нашего пенного огнетушителя будет способствовать уменьшению выбросов СО2 и внесет свой вклад в дело борьбы с изменением климата. На этом мы завершаем этот выпуск Глобальной Японии. Другие выпуски вы можете найти на нашем сайте euronews.com. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok